Меня зовут Евгений Путелин. Я расскажу лекцию об моделировании бизнес-процессов. Когда происходит производство программного обеспечения, то помимо скодинга, который выполняется на разных языках Java, Ruby, Python, C++ и других, происходит добавление дополнительных технологий, которые позволяют упростить производство, либо увеличить качество, либо принести какие-то дополнительные вещи. Одно из них – это хранение базы данных SQL, либо в верстках HTML-страниц. Но когда происходит написание ПО для очень больших проектов в уровне Enterprise, наступает коллапс больших таких вещей, что нет ни одного человека, который может, в принципе, осознать, как это все работает. То есть каждый знает какой-то маленький кусочек, может про него рассказать, после этого этот начинает программировать, программисты программируют, и в конце концов вырастает какой-то там большой монстр, который проще выкинуть и переписать заново. Для упрощения понимания люди начали рисовать какие-то там диаграммки, кубики, облачка, компьютеры или чего-то побольше. Почему используют диаграммы? В качестве примера стоит доска. Когда люди коммуницируют, то происходит не только вербальное, но и визуальное общение. Дополнительно рисуются графы, модели, которые позволяют упростить написание программ. Особенности взаимодействия, когда происходит программист и заказчик с одной стороны. У них часто проблемы в взаимопонимании. То есть люди начинают говорить одни и те же слова, подразумевая разные сущности. С другой стороны, начинается попытка использовать описание одной сущности в разных терминах. Программист описывает своими, бизнес-аналитик своими, конечный пользователь уже другими. Большой пример, который показывает просто диаграмму развертывания сети. Если описывать простыми словами, без использования диаграмм. Здесь, я не думаю, будет так понятно. А здесь прям все видно. То есть какой-то ВПН и пошел. Небольшое введение в истории. Сама технология довольно-таки старая. Исторически ее пытались неоднократно использовать в разных реинкарнациях. Первый вариант это был Грэдди Буч и Джеймс Рэмбо, который предложил язык для унификации диаграмм. В 1996 году вышел первая версия универсального языка моделирования, который был использован по-моему, в Russian Rose, Together и других. В 2005 году вышла вторая версия OML, включающая в себя модель Drive and Development. Это не так распространено, как TDD, либо в последнее время Agile, но в данный момент используется. Какие инструменты существуют на данный момент? Первые два, скажем так, мертвые. То есть они были сделаны порядка десяти лет назад. Первый, купленный IBM. На данный момент он существует, но в реальных проектах не используется. Together, была куплена Burland и, по-моему, успешно похоронена. Но первые два они дали такой мощный всплеск к написанию диаграмм. Джеймс используется в данный момент. Это просто плагин для Eclipse, который позволяет рисовать OML-диаграммы. Но при этом эти диаграммы являются только документацией. либо используются в общении с заказчиком. Полный список типов диаграмм, которые могут наличить в OML. Диаграмма классов показывает взаимодействие между классами в объекты. Диаграмма компонентов – это блок-схема общих блоков. Диаграмма композиций – это альтернативный взгляд на компоненты. Дипломент диаграмм – это соотношение программных продуктов с физическими серверами. Диаграмма объектов – это диаграмма объектов, пакетов, диаграмма классов, диаграмма деятельности автоматов и коммуникации последовательности – это диаграммы, которые могут показывать процесс выполнения кода. Синхронизация обзоров взаимодействия – это коммуникации между блоками. Пример диаграммы классов. Диаграмма последовательности – в принципе, такие блок-схемы начинают преподавать уже в школе. Они очень дают такое вот общее представление о том, как работает программа. Начинается начало процесса и конец процесса. Внутри есть ветвления, какие-то блоки выполнения и блок синхронизации и блок распараллеливания. Вот эти два блока идут параллельно. Еще раз повторюсь – это диаграмма ОМЛ, которая примерно в таком же виде может быть использована для написания кода. Теперь дальше. На определенном этапе развития получилось, что ОМЛ используется только для документирования. Люди хорошо общаются, понимают, как это, но потом вот этот блок-диаграмм хотят взять и переписать на код. Соответственно, пока код переписывают, диаграмма может поменяться по внешним или внутренним причинам. То есть поменялись бизнес-требования, фирма начала работать по-другому. И как бы люди захотели взять, а нельзя ли заставить работать программу в том варианте, который вот прям, даешь ей бизнес-процесс, и она начинает работать по этому варианту. Первый вариант был Russian Rose Runtime, тоже больше десяти лет. Представлял о себе вариант Russian Rose, который компилировался, который именно преобразовывал диаграммы в код C++, компилировался и выполнялся. Стоило это баснословные деньги, и я вот в реальных вариантов не видел продукт реального внедрения. На данный момент существует очень много продуктов, которые выполняют те же самые функции. Рисуется диаграмма, она запускается на внутренней виртуальной машине, то есть это не чистая машина, как в Ява, Дотнете с командами, но при этом она очень похожа идеологически. То есть процесс стартует, он выполняется, проходит по нодам, производит ветвление, остановка процесса, запуск каких-то задач. Первый это Gboss GBPM. Был куплен, по-моему, когда была версия 4. Activity откололся от него, пошел в open source. Вот эти два продукта, они являются бесплатными для использования и доступны в исходных кодах. За основу взят язык Java. Microsoft Workflow Foundations – это продукт Microsoft, который позволяет также выполнять разные диаграммы и при этом интегрируется в язык выполнения .NET. То есть там может быть C-Sharp, Manager C++ и остальные Visual Basic и остальные языки. Продукт является платным. Следующий – это Oracle Business Process, Seed – язык программирования Java. Такая платная монстрообразная система. В проектах с ними я не участвовал. И последний – это Business Process F1S. Насколько я знаю, это не используется, но они там есть. Краткое описание GBOS GBPM представляет в виде себя дополнительный плагин для Eclipse, который позволяет рисовать диаграммы. После этого диаграммы сохраняются в BPMN файле, он из себя представляет XML и может быть использован уже в реальных продуктах, которые работают у заказчика. Поддерживает в себя активити диаграмм и то, что не относится к BPM. Дополнительные формы, то есть там можно описывать в нотации веб-страницы и получать готовый уже продукт на основе GBPM. Бизнес-процессы управляют кодом, а веб-формой позволяют осуществлять коммуникацию с open-source продуктом. Доступен для свободного использования, то есть никаких отчислений. Внутри себя используют хибернейт для хранения процессов в базе данных. Это нужно на тот вариант, что он, когда процессы, если сервер перезапускается, то процессы, выполняющиеся до того, как он стартовал, они выжили физический рестарт. Есть интеграция с SIM, там просто очень удобная аннотация. Запуск процесса, останов процесса, показ, что это human task. Может быть интегрирован с GBOS или с тамкатом, application сервером, который позволяет иметь большое приложение, либо может запуститься в качестве стендалон. Приложение, то есть если у вас не мощный сервер, а какой-то маленький блок, также интегрируется GMS для того, чтобы осуществлять коммуникации между процессами, либо если и GBPM развернут на нескольких элементах кластера. Как происходит работа? Реально из проекта берет бизнес-аналитик, рисует диаграммы, согласовывает их с конечным пользователем, но потом эти диаграммы почему-то не работают. Вначале нужен программист, который чуть-чуть там дотянет код до управления, как обыкновенные классы. Там внутренние перемены используются, используются дополнительные, прописываются вызовы дополнительных методов. Если какой-то код должен выполняться на Яве или другом языке. Пример готового бизнес-процесса, который показывает просто выполнение. Вот это, это начало процесса, с него начинается выполнение. Human task – кусочек, который, допустим, на веб-форме заполняется человеком. Потом идет распараллельнение процессов. Это уже блок других пользователей. Вот эти вот параллельно распаралливаются. И потом идет синхронизация, окончание процесса. Вот это, это среда выполнения Eclipse. Структура проекта. В середине у нас сама диаграмма. Блок, который позволяет выбирать дополнительные элементы, которые могут быть расположены на диаграмме. Структура диаграммы в древовидном виде. Вот здесь мы видим старт, распараллельнение, синхронизация, 3 human task и набор переменных, которые используются внутри процесса. когда выбирается… Вот это описание внутренних переменных, то есть inquiry, причина и дополнительный какой-то текст. Если вот эту диаграмму рисует либо сам клиент, либо бизнес-аналитик, то добавление полей, значит, в которых происходит выполнение кода, осуществляется уже программистом. Им же также осуществляется подготовка пакета для выполнения либо внутри Gboss, либо самого приложения. При выделении процесса мы видим, что у процесса есть входящие и выходящие параметры. передается одна переменная, которая идет внутрь процесса, ну, внутрь human task. Для сравнения, вот это все переменные, которые лежат внутри процесса, а вот это только, которые относятся к данной task. Чуть-чуть измени… А, нет, чуть-чуть пропустил. Когда описываются бизнес-процессы, все задачи делятся на два блока. Первое – это машинные задачи, выполнение кода. Второе – это human task, которые ждут действия пользователя. Первый блок выполняется независимо от пользователя и может заниматься разными вещами, там, отсылками e-mail, синхронизацией с другими процессами, запись в базу данных, вычислений каких-то там, ну, не знаю, там, вычислений, чисел и похожими. Human task – это задача, которая действует взаимодействие пользователя. На момент выполнения human task выполнение процесса останавливается, переводится в паузу и передается пользователю. Когда пользователь заканчивает выполнение своей задачи, он возвращается в выполнение процесса. здесь мы видим процесс, который по обработке e-mail является состоящим из двух машинных task и одной human task. Начало процесса – проверка e-mail, обработка его в машинном варианте. Если запрос корректный, то передается человеку, если нет, то процесс завершается. После обработки человеком происходит корректное завершение процесса. Тут видим, что параметры процесса, параметры обработки является тело e-mail, топик и остальное. Процессы могут быть вложенными и вызываться друг из друга как функции и процедуры. При обработке процессора ставится примерно вот такая вот такая же нода и внутри нее она стартует, происходит обработка и выход из ноды. либо она может составлять из нескольких нод, для примера, human task с человечком – это пользовательское, потом машинная обработка и выход. все понятно, я так вижу, народ немножко скучает. Когда у нас существует большое количество процессов, между ними нужно делать какое-то взаимодействие. и если процессы выполняются параллельно, то для этого существуют дополнительные механизмы, которые позволяют либо распараллелить, либо синхронизировать, либо еще один вариант – остановить выполнение процесса до того момента, когда кто-то не даст ему сигнал. вот это старт процесса, ожидание и отсылка сигнала по окончанию процесса. Одна из фишек GBPM – можно делать дополнительные кубики, сразу к ним привязывать какой-то код и после этого использовать их как обыкновенные ноды машины, Human Task. В чем плюс такого подхода? Перед началом дизайна подготавливаются специальные блоки, которые имеют свои иконки и, соответственно, свой код. Он также может быть отсылкой имейл, апрув пользователя, подпись RSA ключом или нечто аналогичное. И когда он раскидывается, то дизайнеру, бизнес-аналитику это проще. Не распихивать одинаковые таски, которые потом программист подключает, а подготавливать заранее. такой вариант уже начинает работать даже после изменения бизнес-процесса. Пример кода. Данный пример кода показывает просто юнит-тест для того, чтобы проверить, как работает процесс. первое, создается runtime environment для процесса. Туда добавляются дополнительные параметры, стартуют отдельные сессии, которые может быть несколько штук. Вот это вот дополнительный логер. создается human-tasks, параметры для запуска процесса. Вот это вот старт виртуальной машины. Процесс выполнен. и здесь достается, кому таски были назначены. Данный код показывает standalone application, который запускается вне зависимости от того, как он задеплоен. длины диаграмма, которая показывает, как может происходить задача, выполняемая пользователем. То есть, она создается, ее может зафейлить, можно выполнить, можно поставить на паузу, вернуться к выполнению. все это идет в логике. Сейчас, наверное, немножко будет текста без диаграмм. Почему такой вариант лучше, чем написание кода? Первое, это произрастает из того, как мы это создаем. Мы вначале рисуем диаграммы, они быстро выполняются, контакт с заказчиком, он понимает. Но, есть несколько вещей, которые бизнес-процессы дают пользователю автоматом. Например, несколько вариантов. То есть, один бизнес-процесс стартовал, прошел там два дня, пользователь сказал, ой, а вот мне нужно как-то по-другому делать. Но тот, который стартовал, пусть работает как и надо. Создается новый вариант бизнес-процесса, и все новые, которые после этого стартуют, они начинают выполняться очень так вот быстро, шустро, и уже по новому варианту. В случае классического программирования нужно поддерживать варианты кода, которые произрастают такое длинное, древовидное, и фэлс, и фэлс, а если у нас до этого числа, если после этого числа, если еще чего-то. с бизнес-процессами делается очень просто. Рисуется диаграмма, на выполнение машины ноды ставится код, то есть вот этот код выполняется, когда мы добавляем ноду, либо добавляется в Human Task. После этого мы получаем событийноуправляемое приложение, которое фактически программировать нужно только реакции на какое-то событие, либо реакции на действие пользователя. Параллельно с этим туда же добавляется security, то есть конкретные группы пользователей начинают выполнять только определенные задачи. Соответственно, мы можем проверить такую вещь, что вот этот пользователь может обрабатывать данные допустим для платежей до тысячи долларов, а вот этот может до десяти тысяч. И это достигается очень быстрым и главное понятным вариантом реализации. в плюс эта система очень хорошо масштабируется. Мы можем спокойно добавлять дополнительные ноды, физические, ноды в кластер, на которых будет развернут GBPM, и они будут работать параллельно. То есть, не будет такой ситуации, что один компьютер обрабатывает десять тысяч пользователей. Минус. Виртуальная машина нельзя сказать, что была очень быстрая. она работает ну, скажем так, десятые доли секунды. То есть, если будет прохождение десяти нод, то процесс обработает порядка секунд или нескольких секунд. Все дополнительные фичи, которые доступны для классического программирования, такие как отладка, логирование процессов в логфайл, они также доступны для этого моделирования. То есть, в логфайл будет писаться при уровне отладки, что пройдена такая-то нода, процесс запущен, процесс остановлен, такой-то пользователь выполнил такую-то задачу. пример из Microsoft Workflow Foundations. Продукт от Microsoft процесс примерно такой-же. Старт процесса, финиш процесса, ветвление, тот же ромбик, который идет из EML, и вызов метода, либо вызов специфической таски. задачи. Пример редактированный Human Task из Oracle BPM Sealed, я с ним реально не работал, только как бы так, ну, в исследовательских. в принципе, тот же старт, те же задачи. Редактирование Human Task. Это вот как раз к тому вопросу, как оно доходит. В принципе, по технически все. Я сейчас расскажу про два проекта, которые я участвовал, реально использовались, и это они очень разные. Они показывают, насколько вот гибкие использование бизнес-процессов. Первый проект, это, скажем так, аналог 1С, ну, для зарубежного пользователя. Проведение платежей. Особенность в чем, что если платежи когда проводятся, то там идет разрешение пользователей. Если платеж там до 100 долларов, то его имеет право разрешить два человека с такой-то группы. Если больше тысячи, то обязательно его должны заопровить три человека, если больше 100 тысяч, то четыре. Если третий и четвертый опров происходит с помощью специального аппаратного РСА ключа, то есть, это такая защита. Количество платежей за день измеряется сотнями, если не тысячами. Максимальное, что я встречал, это три дня. То есть, если мы его не согласовали, то процесс останавливается и платеж уходит в архив. при реализации для каждого бизнес-процесса стартует своя виртуальная машина. То есть, он маленький, процессов параллельных очень много, и если в одной виртуальной машине запускать, то будет слишком ожидания. объем соответственно большой, количество процессов. Ну, GBPM его переваливает на ура. Противоположность это научно-исследовательский проект, документация научных проектов. Особенность какая? Количество процессов ну, не очень большое. То есть, это там десятки, может быть сотни за все существование программы. Но, жизнь процесса измеряется месяцами, либо годами. То есть, проект начался, закончится он, может там, через два года. Это несет такую особенность, что, как бы, если в финансовом проекте существования старых версий процесса при изменении и новых практически нету, работы, то есть, как бы, решили поменять логику работы, то она сразу же пошла и все процессы живут по ней новые. То в научно-исследовательском версии процессов уже сильно уживаются. То есть, когда стартует новый исследовательский проект, то под него пишется документация, план и все точки, которые он должен пройти. соответственно, следующий, который стартует через несколько дней, месяцев, и так далее, уже будет с другим планом, и он будет немножко другой. Поэтому, вот такой вот вариант позволяет очень удобно существовать разных версий процессов и с разным поведением. как раз вот в ни проекта мы делали дополнительные ноды со своей функциональностью, и там не требовалось совершенно программистов, когда вот изменения, там чуть другую ноду положили, добавили, и это уже работало в текущих проектах. В отличие от первого, во втором использовалась одна виртуальная машина, которая выполняла все действия последовательно, там это было вызвано тем, что синхронизация с human task происходилась в том смысле, чтобы несколько человек не могли сразу изменять один процесс. и с 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 бесполезно и самое главное вот такой вот большой монстра его не программисту не скажем бизнес аналитик очень тяжело физически понять когда enterprise система там есть куча много делов целиком в картину не получается следующий это в принципе очень быстрый дешевый способ разработки когда там в девять часов поговорили с клиентом он сказал вот мы решили что у нас еще и новая единица она будет участвовать там в ответе на письма нужно добавить ноду ее там через час нарисовали новый бизнес-процесс проверили там концу дня уже можно внедрять то есть это быстрая система следующее она эта система помимо вот старта не я в приложении они вообще всегда очень долго стартует то есть первичный запуск а он может занимать несколько дней вот то есть новый проект если навод прессе то там на сетап environment у в пресса будет два часа а то у джава это будет три-четыре дня минимум то есть это вот это реально из проектов то есть вот человеку чтобы вот скажем развернуть среду разработки ему там не нужно дня три-четыре убить на то чтобы вот это вот он начал работать над проектом до настройка разных установка программ дополнительных установка окружения всякие какие-нибудь там мавины подписать грайду еще чего-то то есть визорды которые есть джет бренд с идея визорды в эклипсе они не всегда то есть вот тут из реальных проектов там 34 убиваются на этом но потом когда вот готовая система есть она очень быстро гибкость позволяет наращивать новую функциональность тебе не надо думать о остальных кусках кода которые вот там я здесь поменял а вдруг там аукнется вдруг там регрессию можно там неделями проводить здесь добавил моду добавил все она у изолирована ну позволяет очень быстро использовать следующей версии вещь которая говорил это версионность процессов реально это очень важно потому что писать код который поддерживают все варианты типу как он работал в прошлом году как он работал месяц надо как он будет работать через неделю это получается очень большая лапша со всякими и фэлса и и и и протестировать тяжело реализовать тоже очень тяжело и последние это как бы последняя вещь которая удобная здесь это то что можно чуть-чуть уйти от кодирования то есть можно рисовать диаграммки они интересны и красивые они не понятны клиенту еще вопросы сколько уходно насколько можно интегрировать проект то есть но даже не интегрировать а скорее начать использовать то есть как много в принципе нужно развернуть среду разработки этой клипс если хочется пользоваться синтаксическим это добавить сим либо можно как бы использовать рефлекшен либо ручной вызов процессов и после диаграммы и прописываешь диаграммы ну реально где-то около недели это уходит такие вещи еще вопрос проекты которых это применимо в принципе это применимо в любых проектах изначально это росло с больших проектов потому что там получается взаимовлияние и антипаттерн лапша сильно вылезал ну для маленьких проектов это тоже применимо но на самом деле если у тебя там диаграммка из трех нот и она линейная то можно кодом прописать если начинается ветвление добавление разного уровня пользователя это уже можно использовать такую вещь а вторая часть какая была соизмерима то есть там как бы замедление в обработке нету единственное это вот скажем старт процесса будет занимать десятку десятую секунду может стартовать одна среда выполнения может где-то стартовать 10 процентов в секунду если их раз параллеливать то каждая среда может выполнять параллельно то есть там аверхеда он маленький нет это не банки это оптимально это там где есть несколько уровней людей которые должны обслуживать разные задачи то есть как только появляются люди нужно это делать если либо эта версионность то есть нужно поддерживать несколько вариантов логики для существующего кода и раньше работающего ну само такое то идет от людей как только начинают разные пользователи разную функциональность иметь и разная ответственность то вот это вот для внедрения ну либо если это просто большая система не обязательно там как бы банки потому что автоконсервы производители еще вопросы тогда у меня вопрос можно попросить поднять руку тех кто полностью поняли что я рассказывал очень мало вообще понравилось о чем рассказ был или как то вот далеко не совсем вошли понравилось очень плохо что как бы не смог донести на самом технологии очень классная но она чуть-чуть для своей ниши то есть на сотовых телефонах даже не знаю ее запустить можно допустим под андроидом но что чем она там будет заниматься я даже не скажу что сказал спасибо всем а 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 Продолжение следует...